Вспомните сейчас все случаи из вашей жизни, когда вы были на волоске от смерти. Например, чуть не попали в аварию, или упали с велосипеда, или чуть не утонули. Так вот, а теперь подумайте о том, что наверняка во всех этих случаях на самом деле это случилось. Просто не в вашей вселенной, а вам просто повезло остаться именно в той, в которой вы живете. И если вы думаете, что это нереально, то вот вам история вот этой тети. Как вы думаете, какие шансы у человека выжить в падающем самолете? Учитывая то, что он падает с высоты примерно 10 тысяч метров, и еще плюс у него на каждом крыле по два топливных бака, которые взрываются при падении как огромные бомбы, то ваши шансы выжить примерно такие же, как и попасть иголкой в бутылку с 10 этажа. Теперь посмотрите на эту фотографию, и если вы еще не узнали эту женщину, то она была в самолете на момент его крушения еще в 80-х годах. Самолет упал с высоты примерно 7 тысяч метров, и когда нашли обломки самолета, то спасательная группа была просто в шоке. Эта девушка выжила, и причем на ней даже не было тяжких повреждений. Всем привет, мои любимые копатычи! Ну что, новый выпуск? Шо сегодня мы обсудим. Обсудим. Во-первых, то, каким образом девушке удалось выжить после падения самолета с высоты 7 тысяч метров. О том, что в будущем, скорее всего, нас ждет бессмертие, и как раз таки из-за этого у нас будущего может и не быть. Также обсудим вот эту штуку, которая недавно попала в нашу солнечную систему. Ну и, собственно, зомби-вирус. Девушка выжила, и причем на ней даже не было тяжких повреждений. Так вот, на самом деле, похожих случаев на нашей планете очень много. Посмотрите на этого деда. На протяжении всей его жизни в него 7 раз попадала молния, и он же в целый орел стоит перед вами. Может, у него просто хороший иммунитет? М-м-м. Сам факт попадания молнии в человека уже редкость. Это примерно один человек из трех тысяч. И даже если, допустим, он был тем самым трехтысячным человеком, то какова вероятность выжить в таком случае? Давайте так, фотографии с попаданием молнии в людей я вам показывать не буду, смотрите в телеге. Но просто, чтобы вы понимали, вот фото дерева после того, как в него попала молния. Думаю, догадались, как будет выглядеть человек. Например, вот этот дед каким-то образом выжил в двухъядерных бомбардировках. А вот этот выжил после крушения поезда, попадания под автобус, в трех авариях, и еще потом выиграл лотерею. А я иногда в туалет без происшествий сходить не могу. Так вот, что если эти люди, которые выжили в обстоятельствах, вероятность выживания в которых, ну просто предельно низкая, то они в принципе не могут умереть? И я имею в виду сейчас не то, что они там какие-то суперлюди, а то, что в этой временной линии они должны умереть только естественной смертью. Это называется квантовым бессмертием, и эта теория полностью строится на теории параллельных вселенных. В наших вселенных, таких как мы с вами, бесконечное множество. И вот представьте, что в какой-то момент своей жизни вы оказываетесь рядом с ядерной бомбой, которая 100% взорвется. И существует только одна из бесконечностей вселенных, в которой произошло что-то невероятное, какая-то крыса перегрызла проводок, и бомба не взорвалась. В этот момент ваша вселенная делится на две части. Та, в которой вы погибли, и та, в которой вы остались жить. Так вот, что если каждый из подобных людей как раз-таки попал в ту вселенную, где этой бомбе не суждено взорваться? В таком случае существуют миллионы вселенных, где все-таки это произошло. И, например, вот этого деда сбила машина, а эта женщина умерла при падении самолета. Но самое жуткое здесь то, что получается, эти люди будут всегда оставаться живыми. Потому что просто-напросто сознание может жить только в той вселенной, где вы выжили. Это и называется квантовое бессмертие. Но если квантовое бессмертие все равно подразумевает собой смерть от старости в итоге, то что если мы научимся делать так, чтобы мы не умирали вообще? Так вот страшно то, что ученые все ближе и ближе подходят к тому, чтобы научиться это делать. И если вы пока не понимаете, почему это именно страшно, то сейчас поймете. Смотрите, вот в принципе то, как стареет наш организм. Клетки, из которых состоит наш организм, имеют, грубо говоря, задание, в котором сказано, что им нужно делать для того, чтобы наш организм продолжал жить. И вот недавно вот этот ученый Дэвид Синклер проводил исследование нашего организма и выяснил, что на протяжении жизни клетки просто начинают забывать это задание. То есть простыми словами, например, клетка нашей кожи начинает думать, что она клетка мозга. И происходит сбой. В принципе ничего страшного, но что если клетка нашего мозга начнет думать, что она клетка кожи? Именно этот процесс и называют старением. Но что если нам удастся разгадать задание, которое наши гены дали клеткам? Так вот это уже сделано. И более того, ученые даже научились переписывать это задание. То есть они научились заставлять клетку работать правильно. Когда они это сделали и провели эксперимент на крысах, то вот здесь все хлебальники и подзавалили. Крысиная кожа начала регенерироваться и крыса стала буквально моложе на 2 года. Уже сейчас начали проводить испытания на людях и если все-таки это сработает, то мы буквально обманем старение. Все люди просто перестанут умирать. Наверное вам покажется, что это было бы круто, но поверьте, нет. Прикол в том, что с точки зрения природы во всем всегда должен быть баланс. И если не будет смерти, то не сможет существовать жизнь. Соответственно такое изменение принесет просто глобальные изменения на нашей планете, о которых мы даже не догадываемся. Да о чем тут говорить, бактериям элементарно нужно разлагать наши трупы для того, чтобы давать жизнь растениям, насекомым, да и вообще всей атмосфере в целом. То есть сам факт бессмертия прямое нарушение баланса. И я уже даже не говорю о том, что наше население каждые пару лет увеличивается на миллиард человек. То есть лет через сто нам просто не будет места на этой планете. И кстати, никто не отменял такую штуку, как вирусы, которые, если вы не забыли, и существуют для того, чтобы контролировать рост населения того или иного вида. И я думаю, вам не нужно напоминать, насколько они хорошо справляются со своей работой. Кстати, полюбуйтесь, в Китае ученые разработали новый коронавирус со стопроцентной смертностью. Симптомы такие, снижение массы тела, поражение мозга и легких, и глаза становятся белыми. То есть подождите, вы едите летучих мышей, заражаете весь долбанный мир коронавирусом, а потом вы берете этот вирус и делаете его супервирусом. А зачем? В научных целях, скорее всего, вы скажете. И, наверное, у них лаборатории очень герметично закрыты. Хорошо, посмотрите, какая новость вышла несколько недель назад. В Китае все больницы переполнены людьми, которые заболели новым непонятным вирусом. Я, конечно, ни на что не намекаю, но я похож на подопытную крысу. И, кстати, вам ничего не напоминает симптом белые глаза? Именно это один из симптомов у оленей, которые заболели недавно неизвестным вирусом. Я не говорю, конечно, что в этом виноват Китай, но как будто бы это и не важно. По словам очевидцев, олени, заболевшие этим вирусом, ведут себя буквально как зомби. Из-за того, что их организм просто отмирает и становится ходячим куском мяса, они просто перестают понимать, кто они такие. Судя по наблюдениям, у них текут слюни, тело покрывается странными шишками, и просто весь организм медленно начинает разлагаться. Причем этот вирус никак не удается остановить. Так вот самое пугающее, что человек тоже может заразиться этим вирусом, если, конечно, олени сильно этого захотят. Ну или он просто мутирует в их организме. Так что в лучшем случае в этом году мы без оленины, а в худшем случае бессмертия нам не видать. В последнее время появилась небольшая вероятность, что не только мы сами являемся угрозой для себя. Недавно на краю нашей Солнечной системы был замечен астероид размером 200 метров. И в этом факте наименее жуткое то, что он не из нашей Солнечной системы. То, что мы знаем наверняка, это то, что недавно он влетел в нашу Солнечную систему, пролетел с огромной скоростью каждую планету, потом рядом с Солнцем и вылетел из нее. Так вот, если вас до сих пор не смутило то, что у него форма сосиски, то вот вам новость. Астероиды не бывают таких форм. Дело в том, что в нашей Солнечной системе примерно полтора миллиона астероидов и ни один даже близко по форме не похож на этот. Но если вот эту сосисочную форму хоть как-то еще можно объяснить, то как объяснить то, что когда он улетал из нашей Солнечной системы, он увеличил скорость? Насколько я, конечно, понимаю физику, астероиды не особо умеют скорость увеличивать. Но пугает здесь даже не то, что он это сделал, а то, что это произошло после того, как мы попытались отправить ему сигнал. Так вот, все эти совпадения наводят на мысль то, что это был не астероид. Конечно, на 100% мы никак не можем быть уверенными в том, что это космический корабль, но подумайте вот о чем. Если бы вы жили на других галактиках и долгое время наблюдали за землянами, видели бы, что у них есть оружие, да и в целом они не очень дружелюбные ребята, снимают фильмы про то, как мочат пришельцев, то наверняка, если бы вы надумали полететь на разведку и посмотреть на них поближе, то, скорее всего, вы бы замаскировали как-то свой корабль во что-то более незаметное. Но окей, если даже это просто обломок, который прилетел к нам с другой планеты из-за того, что там что-то произошло, какой-то взрыв. Вы же понимаете, что, как правило, для того, чтобы произошел какой-то взрыв, чтобы он откололся, да, должен быть кто-то, кто создаст этот взрыв. Огромное спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Напоминаю, что все полные материалы будут в моем телеграм-канале, который вот он прямо здесь, пожалуйста, Сильвоплея. Ну и в общем-то все, мои копатычи. Как говорится, лайк, подписка, растет сосиска.